Друзья, всем привет из Сочи! Видели коров, да? А еще спорят люди, колхоз ли или не колхоз в Сочи? Колхоз, самое что ни на есть. Шучу я, конечно. Поселок городского типа, давайте так его назовем. Друзья, всем привет, всем привет из Сочи! Сегодня третья, вот так вот, третья часть моего видео. Сейчас я еду в микрорайон Раздольное, чтобы посмотреть квартирку. Квартирка там уже с ремонтом, в районе 30 квадратных метров. Цена 3,300 на сегодня, пока я еще не торговался, потому что смысл торговаться, я еще не видел квартиру. Вот. В общем, едем смотреть. Давайте всем приятного просмотра. А пока предлагаю посмотреть дорогу, не знаю. Мне все пишут, показывай дорогу, рассказывай, что здесь, что там. Ну, пожалуйста. Едем мы сейчас по улице Транспортной. Итак, друзья, заехали мы в микрорайон Раздольное. Чем Раздольное лучше, чем Соболевка? Давайте начнем с этого. Плюс, конечно, это то, что сейчас мы едем по нормальной, адекватной дороге. Она похожа на дорогу в вашем городе. Едем, ну, относительно Сочи, по ровному месту. Дорога широкая, тоже относительно Сочи. Вот. Но есть минус. Он находится от нас сейчас слева. Это очистные сооружения, из-за которых в начале данного микрорайона исходит неприятный запах. Сероводород. Похоже на сероводород. Или он же и есть сероводород. Вот. Но наш домик находится немножечко дальше. И сколько раз я туда приезжал, данного запаха я там не заметил. Вот мы здесь заворачиваем направо. Так, а здесь мы еще раз. А, нет, выше, выше, выше. Все, извиняюсь. Вот он домик перед нами. Видите, написано раз, доли. Заезжаем. Здесь, кстати, есть еще до сих пор продажи от застройщика. Они черновые. Я их как бы смотрел, тоже рассматривал. Но все-таки раздольное, да, как микрорайон, меня немножечко смущает. Потому что все-таки это... Ну, как-то он не особо ликвидный, я бы сказал. Находится где-то в таком странном месте. И вот этот, кстати, минус очистных вот этих сооружений. Многих он пугает. Ну, не знаете. Давайте выйдем, посмотрим. Домик, в принципе, сам по себе такой приятный очень. Я уже записывал на него обзор. Вот, смотрите. Такой вот небольшой, малоэтажный домик со своей парковкой. Там еще снизу, получается. Давайте покажу. Ну, снизу, в принципе, да, тоже можно здесь вдоль машинки поставить. Там у них отдельная территория с вот этой беседочкой. Там мангал у них стоит. И вот здесь вот тоже у них своя территория. Здесь, как видите, детская площадка. Давайте поднимемся, покажу, кто не видел. Радует, что много зелени. Здесь, смотрите, сюда вынесены почтовые ящики. Наверное, такое решение. Ну, у нас точно в Сибири такого не было. Здесь, смотрите, подсветочка. Все это вечером зажигается. Все очень прилично. Смотрите, какая декоративная штукатурка здесь. Перила красивая. Ну, здесь ребятишки носятся. Смотрите, здесь как маленький рай такой. Здесь лавочки, лавочка, цветочки. Куча детишек, да? О, молодец. Воротарь будущего растет. Здесь, смотрите, такая входная группа. Довольно-таки тоже приятная. Я, в принципе, здесь был. Я знаю, что это за дом. Я уже вам сразу сказал, что он симпатичный довольно-таки. Смотрите, аккуратно вынесены счетчики здесь. Здесь коммуникации у них спрятаны, в такие шкафчики. Коммуникации, точнее, счетчики, да? Здесь, смотрите, тоже плитка такая на полу. Керамогранит. Красивая. Так, ну а мы давайте сейчас позвоним собственнику. Здравствуйте, еще раз я подъезжу. Я уже в подъезде, да? На втором. Поднимаюсь, ага. Хорошо. А, сейчас нас собственник встретит. Я временно выключу камеру, чтобы, дабы, не стеснять человека. А потом квартиру вам все-таки покажу. Итак, вот мы заходим в квартиру. 28,2 на квадрат. Небольшая совсем. 28,2 это с балконом получается. Вот здесь обеденная группа. Ну, в принципе, студия. Вот так все это дело тут выглядит. А здесь теплый пол. Давайте ванну на все. Сразу покажу. Вот она ванна. Здесь тоже теплый пол. Вот так это все дело у нас выглядит. Здесь газа. Газ в доме, в принципе, есть. Но не есть квартиры с газом, есть без газа. Здесь, в общем, стоит электрический бойлер. Вот. Хозяйка сказала, что забирает вот этот диван, телевизор и холодильник. Все правильно? Ну и балкончик надо все-таки показать. И вот балкончик, да, с кучей зелени. Вот это как-то он называется, тещин язык, что ли? Денежная, денежная. Да. А, вот здесь, кстати, соседи. Как-то, видите, обустроили. Угу. Ну что, друзья, вы сами все видели. В принципе, квартира. Пишите, не знаю, в комментариях, кому понравилось, кому не понравилось. Конечно, выглядит она такой маленькой. 28,2 квадратных метра. Но, видите, большой диван. Там стоит большая кровать. Она всю площадь съедает. В таких маленьких площадях надо немножечко по-другому все это распланировать. Плюс еще забирают технику. Ну и 115 тысяч за квадратный метр для этого места. Ну, это нормальная, так скажем, цена. Даже чуть-чуть может быть дороговато. Но хотелось бы, конечно. Наверное, еще поищем. Наверное, все-таки еще надо поискать. Поэтому наша история продолжается. Редактор субтитров А.Семкин